В Японии люди уделяют работе очень много времени. И происходит такое замещение. Люди приобретают кукол-партнёров. Один человек начал коллекционировать куклы, которые имитируют человека после смерти жены. Другой, потому что она родила ребёнка, её нахладела, и теперь у него есть кукла. То есть идёт такое замещение людей куклами. Они за ними ухаживают, моют и так далее. Это склонность и у мужчин, и у женщин. Женщина тоже приобретает себе кукол, живут с ними, общаются и так далее. Некоторые одевают маски кукол, чтобы быть идеальными красавицами. Полный абсурд. Человек ненавидит свою внешность, хочет от неё отказаться, он хочет перейти в мир чувств. Он хочет перейти в мир общения внутреннего, а не внешнего. Не между телами, а на более высоком уровне. Но чувствует, что там он не востребован и не знает, что требовать от других. И поэтому происходит вот такое искусственное замещение. Что можно сказать по этому поводу? Мы находимся в переходном периоде. И не только несчастные японцы, а вообще все остальные тоже. Я не думаю, что эра кукол, она придёт и заменит мужей, жён, детей, даже животных домашних. Это всё не более чем игры. Но на самом деле в этом не может быть никакой замены. Но я надеюсь, что вот этот вот кризис большой, который сейчас идёт, он как цунами. Сметёт всю эту индустрию пакостную, включая вообще всё лишнее, что человек изобретает, всё лишнее, что человек производит, всё это сметётся. И останется только самое необходимое. А всё остальное – духовное. Для того, чтобы духовно возвыситься, духовно возвыситься, а это можно только за общение правильного между людьми, когда между людьми возникает то состояние, которое называется дух. И вот тогда люди поднимаются вместе в этом духе. Я не могу без тебя, ты не можешь без меня. Не имеется в виду мужчины и женщины. Вообще все. И вот это взаимное дополнение нас поднимает, поднимает, поднимает. Это есть духовный лифт. Вот к этому мы должны прийти. Этому надо учиться. Наука была учат этому. Я надеюсь, в этом решение всей проблемы. Я вижу это так. Так оно и будет. А пластиковые заменители – это всё временные игрушки. Именно потому, что мы не находим между собой правильного сочетания, соединения. Исследователи говорят, что людьми движет страх, желание быть в безопасности. Вот как преодолеть этот страх? Они тоже этого не найдут друг в друге. Они найдут это только, если правильно будет соединяться между собой. И между собой в правильном соединении вдруг будут раскрывать высшую силу, которая их создала, которая их держит. и от которой они полностью зависят. И тогда страх пройдёт. Какой может быть страх? Если ты находишься в контакте с высшей силой, которая определяет всё, каким образом ты родился, и существуешь, и умрёшь, и будешь после этого снова в других разных состояниях. Когда ты находишься в контакте с этой высшей силой, страха никакого нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok